И всем привет, ребят, с вами Мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас разговорного формата видеоролик, посвященный анонсу Хэллоуина, сегодня у нас 21 число, четверг, как всегда в 4 часа мы быстренько врываемся с анонсом того, что же у нас появится в игре уже завтра, и у нас есть полноценный анонс Хэллоуина, ВАСП ХД, 15-минутные бои, ну и очень обширный пак с списком обновлений, который также у нас будет в силе с завтрашнего дня, и к слову, я немножечко не понял, почему у нас 2 релиза с одной и той же цифрой, Но это, наверное, больше сделано тем, чтобы 3 шестерки выпадали именно на хэллоуинское начало, но вообще у нас 666 релиз как бы уже был, но не суть Начнем с Хэллоуина, начнем с того, что у нас будет вообще на этом ивенте, сразу скажу, что исходя из того, что я здесь прочитал, я, ну, наверное, не совсем доволен, не совсем доволен, не совсем вижу то, что я хотел бы здесь видеть, и... Ну, это грустно, это грустно, но обо всем по порядку, дальше я уже выскажу свою точку зрения. С 5 утра 22 октября наступает Хэллоуин в танках, скидки 30 всего лишь процентные, я ванговал 50%, потому что считаю, что 30% скидки стали чем-то совсем обычным и неудивительным, Соответственно, я считаю, что на такие праздники у нас в игре уже полноценно должны делать 50% скидки, чтобы была больше заинтересованность у игроков к подобным ивентам. Все же, если вы на протяжении практически каждых выходных, да, то есть там это 2-3 раза в месяц у нас появляется дисконт в икенды, то 30% скидки, ну, не кажутся теперь уже ничем таким интересным и сверх захватывающим, поэтому я бы все-таки хотел бы видеть впредь 50% скидки на каких-то более масштабных ивентах, Поэтому для меня вот эти 30% скидки не являются, во-первых, ничем удивительным, во-вторых, ничем привлекающим, ну, от слова, наверное, совсем, да, то есть 30% это мало. Для Хэллоуина я думал здесь увидеть красивую 50-очку. Специальные режимы, с одной стороны, интересные, с другой стороны, ну, наверное, дефолтненькие, дефолтненькие, да, то есть я думал, что мы увидим Хэллоуинские три карты с метеоритами, как у нас это было последние 2, может, даже 3 года. В этот раз разработчики у нас не делают метеориты, нет метеоритов что там, что там. Написано только, что есть у нас повышенная вероятность выпадения, соответственно, золотых ящиков. И в первом, с 22 по 25, то есть с завтрашнего дня по воскресенье, у нас будет соло-джаггернаут, соло-джаггернаут, карта Хэллоуин-Йоркшир, припасы отключены. Джаггернаут и при этом припасы отключены. Я вообще не понимаю, как это будет работать. И что это за прикол? Как может быть без припасов Хэллоуин-Йоркшир и соло-джаггернаута? Я такого еще не видел, честно вам скажу. Я такого еще не видел и я не представляю пока что, как это дело будет работать. Но интересно будет, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Но не внушает особо большого доверия. Ну и второй ивент с 29 октября по 1 ноября. Каждый сам за себя на трех Хэллоуинских картах. Кроме Йоркшира, там я уже так понимаю, что у нас выйдет и дефолтные наши Хэллоуинские карты красивые. И выйдет также платошечка, но голды без ракет, повышенная вероятность выпадения, без дронов и без овердайвов. Соответственно, хопперы голды изловить не смогут. Будет жесткая рубочка. Ну и, ну, наверное, это будет поинтереснее. Наверное, это будет поинтереснее, чем будет с завтрашнего дня по воскресенье. Да, то есть, по 24 число, ну, можно так сказать, 25 до рестарта. Посмотрим. Но, наверное, все равно ждал что-то, что-то большего ждал, честно. Ждал что-то большего. Ну, такое, типа, ну... Не очень, не очень, честно. Ну, я ожидал что-то жесткое, что-то прям, прям вот чтоб я бы сказал, прям вау. А тут, ну, такое, дефолтик какой-то, да, для Хэллоуина. Но, я считаю, что можно было бы сделать что-то поинтереснее. Ультраконтейнеры, спецпредложения, ежедневные танкойны появляются. Появляется также у нас обычный пак с 15 ультраконтейнерами и пак с 200 ультраконтейнерами. Викингром, Викингром Легаси, Призрак. Тоже как бы спецпредложения, ну, я бы сказал, что они, ну, не совсем тематические. Да, то есть, это Легаси, Легаси. Можно было сделать демоник. Было бы куда тематически, и у больших игроков был бы интерес в таком спецпредложении. Коинбоксы, особые миссии. Особые миссии, тоже скажу, что, ну, здесь никаких уникальных призов нету, да. То есть, все по стандарту, по дефолту. Здесь ультра заформить можно. Ну, и поражать расходочку, уничтожить здесь танки на молоте, твинсе, рикошетте, арест Титан Вамонт. И поражать мины, поражать ДДшки. Да, 5000 очков. Ну, это ничего сложного вообще, если честно. И опять у нас командный бой, к слову, здесь появляется. Не знаю, что там решили так разработчики с этим командным боем. Ну, и понятное дело, что у нас фанды на протяжении пятницы-воскресенья. Х2 на протяжении вот этих вот, получается, полноценных 10 дней будут, да. То есть, 3 дня. Пятница, суббота, воскресенье. Потом 4 дня у нас опять пропуска. Опять пятница, суббота, воскресенье с повышенными фандами и, ну, голдами, да, можно так сказать, на специальных картах и опыт, понятное дело. Поэтому, ну, можно было сделать жёстче. Я уверен, что можно было сделать жёстче. И как будто, ну, что-то, что-то не дотянули разрабы здесь. Не доделали прям вот до какого-то вау. Хэллоуин. Но, возможно, это не всё, что они подготовили. Возможно, есть какая-то определённая инфа, которая появится ещё позже. Потому что я знаю, что на Хэллоуин у нас вроде как и были там джиггернауты, которых надо было там уничтожать, получать дополнительные контейнеры. Может, ещё что-то появится в этом духе. Может, ещё какой-то дополнительный там микроэвентик какой-то залетит. Потому что, ну, этого пока что кажется маловато. Маловато. Определённо маловато. Я ожидал большего. Скажу честно. Вас в PHD появляется? Здесь говорить нечего. Просто WASP вот такой вот появляется. И, в принципе, здесь никакой дополнительной информации не знаю. С 22-го числа он уже будет у нас в игре. И каждый сможет на нём покататься. Я, ну, в этом, наверное, не вижу сверх жёсткого в очередной раз ничего. Время битв матчмейкинговых станет по 15 минут. Все разработчики решили, да, что 15-минутные битвы – это оптимальная продолжительность боёв. И 15-минутные битвы, начиная с 22-го октября, будут на протяжении всего времени в матчмейкинге у нас. Это значит, что теперь вам придётся тратить больше времени на выполнение заданок. Ну и, возможно, получится зафармить, конечно, больше кристаллов. Но с точки зрения того, что, например, я захожу на бездоната чисто выполнить заданки, мне придётся потратить, скорее всего, больше времени, чтобы их выполнить. С одной стороны есть свои плюсы, с другой стороны есть свои минусы. Тут как кому больше нравится. Ну и вместе с этим обновлением также у нас увеличиваются лимиты очков, необходимые для завершения битв. TDM теперь требует 200 киллов. DM и Джиггернаут по 999. Соответственно, будут что DM, что Джиггернаут режимы идти до тех пор, пока не будет заканчиваться время в бою, режим штурма 150 очков. Хотя, ну, я бы сказал, что там тоже можно было бы до 200-ки дотягивать. И написано то, что атакующий теперь будет получать только по 6 очков за флаг. Если до этого давалось по 50-ке. Тоже, ну, не совсем, наверное, это дело мне понятно. Также написано, что с устройством обновленный ультраконтейнер с корпусом паладина, ранее доступом новым устройством пушки Тесла, подавляющий снаряд с этим устройством. Тесла стреляет шаровой молнией также быстро. А, короче, новое устройство появилось на Теслу. Я вот этот момент не читал. Ну, прикольно, что, прикольно. Больше теперь игроков, которые не так жестко играют, смогут получать звезд. То есть, теперь первая по четвертой дает по 3 звезды, пятая и десятая по 2 звезды за команду победителей, за ту команду, где игроки проиграли. У нас получается 2 первых места будет получать по 3, третья-пятая по 2 звезды. То есть, это отличная возможность для тех ребят, которые позже запикались в бой, но им нужны звезды, они могут там зафармить хотя бы свою двоечку, либо там свою даже троечку долететь там до условного первого-четвертого места. Почему нет? Всякое бывает. Может и такие темочки залетать. Очень интересная обнова с тем, что для всех корпусов заряд овердрайва от полученных очков уменьшен примерно вдвое. Теперь овердрайв копится дольше. от именно получаемых очков. То есть, это за килл, за доставки, за, например, захват точек. Но пассивное, я так понимаю, накопление овердрайвов остается прежним. Также джиггернаут овердрайв копится теперь не 40 секунд, а целую минуту. Жигу апнули, молот, чутка занерфили, перезарядочка кассеты увеличена, рикошет также чутка поднерфили, гаусс перезарядку после залпа сократили, то есть, немножко буст залпа, шафт в снайперском режиме, чутка бустанули с 10 секунд до 9 секунд. Блондербасик апнули, и это очень жесткий, как по мне, ап, шанс критического урона увеличен до 50%. То же самое сделали, что и сейчас у нас есть на рельсе. Соответственно, очень большой шанс, что у вас будет 2, может, даже 3 подряд критических урона. Будет интересно посмотреть, как это все дело будет работать на Блондербасе. Автопуску в очередной раз нерфят. Супер пробивающий снаряд для рельсы сокращено время пробития, то есть, это нерв. Парализующий снаряд для оглушения сокращено до 2 секунд. Нерфят, короче, для рельсы все уникальные, уникальные устройства. За исключением, я так понимаю, за исключением поджигающих снарядов, больше не снижает критический урон. Критический урон хороший. А, все устройства не снижают критический урон, но при этом, как бы, эффекты их понерфились. Электромагнитный скаут для рельсы. Перезарядка ускоряется на 30 вместо 50. То есть, это нерв скаута. Миномет для магнума. Урон и критический урон снижаются на 30 вместо 10. То есть, еще и миномет здесь нерфится. Легкие кондеры. Перезарядка выстрела быстрее на 15 вместо 10. А устройства для шафтов начинают потиху апать и хотят найти баланс между ними, потому что сейчас уже шафт перенерфили. Хотят теперь немножко вернуть. Дрон-драйвер. Максимальный бонус времени перезарядки уменьшен с 10 до 7 секунд. Это, я так понимаю, максимальный бонус перезарядки уменьшен. Я так понимаю, что это нерв, да? Максимальное время действия всех припасов сокращено с 10 до 7. Десантник нерфит, хотя он и так не нагибает. Я не знаю, зачем его трогают. Число опыта очков за поддержку увеличено до 10. И на механике до 10. И на снабженце до 10. Видите, ничего себе! А снабженец это вроде тот дрон, который я тестил? Или это не тот дрон, который я тестил? Напишите по этому поводу в комментариях. Но мне кажется, что снабженец это, наверное, не тот дрон. Там еще один есть просто вспомогающий дрончик. И исправление бага, из-за которого ломался отображаемый таймер перезарядки припасов в бою при взаимодействии с дронами поддержки и исправленной утечке памяти в Android-версии игры. Короче, много очень всяких изменений. Но из всех интересных я вам скажу, что круто Жигу возвращают в баланс. Она теперь будет по силе примерно как фриз. Молот, хоть и перезарядка у нас кассеты будет увеличена, но Blunderbass будет показывать себе еще жестче. Blunderbass точно надо тестировать. Гаусс чутка апнули, шафт чутка апнули. Ну, а там смока рельса, ну, в принципе, рельсу переапали. Но рельса с дестабилизацией, с ней ничего не произошло, поэтому играйте. Дестабилизация очень хорошо себя показывает в этом плане. Здесь нет никаких изменений. Ну, и нужно будет посмотреть, что с механиком, что со снабженцем. Насколько больше теперь можно будет заформить очечей на этих замечательных дронах. Поэтому, если вы хотите увидеть тесты их, пишите по этому поводу в комментариях к этому видеоролику. Ну, и, наверное, это все. Пишите, что вы думаете вообще по Хэллоуину. Пишите, что вы думаете по поводу всех этих обновлений. Думаю, что у вас есть, что сказать по этому поводу. Вы скажитесь, мне будет интересно почитать. Я, как уже и сказал, ожидал чего-то большего от Хэллоуина. И мои предсказания были куда жестче, чем мы видим все это дело на самом деле. Я очень сильно надеюсь, что это не окончательный ивент. И будут еще какие-то дополнительные бонусы. Возможно, может какие-то миссии появятся еще на следующей неделе. Или еще что-то. Потому что мне кажется, что этого как-то мало. Этого как-то мало. И можно сделать еще что-то очень крутое и достойное. У меня, друзья, на этом все. Поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вам все это дело нравится. Также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Но с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.